Девушки отдыхают Удалили голосовые связки Хотя нет, он же говорит Может просто ты не подготовился к программе И не знаешь о чем рассказывать Тоже не то Он ведь показывал мне айпод Может ты решил устроить бунт Так мы это быстро исправим Не надо гадать Я ухожу Не понял Куда это ты уходишь Понимаешь Я встретил девушку Мы женимся и уезжаю в свадебное путешествие Что-то я из твоего рассказа не понял А мне то ты что делать предлагаешь Видимо тебе нужно искать мне замену Погоди, а как же Фейл хот ньюс Рано СТГ Обзор и я в конце концов Проживешь как-нибудь Как-нибудь А кто она твоя невеста то Люба Вот фото Значит Любовь к Любе Понятно Давай договоримся Сегодня ты еще остаешься А потом вали куда хочешь Окей Вот и славненько Давай обзор Значит Любовь к Любе Две тысячи долларов Нормальная цена для современного ноутбука представительского класса Новый MacBook Air предлагает как раз за такую сумму И на фоне прочих представителей этого ценового сегмента Он откровенно выделяется А если нет разницы в цене Зачем покупать что-то помимо Apple По крайней мере так рассуждают поклонники яблочной марки Постараемся взглянуть на новый 13-дюймовый Air Более объективно С виду хорош Ничего не скажешь Толщина его от задней к передней части меняется от 17 до 3 миллиметров Более того, Apple, очевидно, учла уроки предыдущего поколения Air И умудрилась даже более тонкий корпус сделать усиленным В результате машинка вышла очень прочной на изгиб Начинка ноутбука достаточно производительная Кстати, под капотом у этой тоненькой штучки расположился процессор Intel Core 2 Duo С частотой 1,8 ГГц Видеокарта не самая свежая NVIDIA GeForce 320M Но и не для игр такой ноутбук создавался 2 гигабайта памяти и флеш-накопитель на 256 гигабайт Что не может не радовать, так как флеш-накопитель в разы быстрее и легче Все это железо почти не греется Именно поэтому MacBook Air удалось сделать таким тонким и легким Чуть тяжелее килограмма Кстати, клавиатура подсвечивается Причем уровень подсветки выставляется автоматически Тут есть датчик освещенности Понятно, что для обработки тяжелых приложений создаются совсем другие ноутбуки Задача этого — быть максимально легким и привлекательным внешне при минимально разумном уровне функциональности И это удается ему на отлично Офисные приложения, мультимедиа, монтаж простых роликов, работа со звуком, несложные игры, общение в интернете — вот его стихия А уж с обновленным пакетом iLife, в который входят iMove, iFoto и GarageBand Все процессы становятся максимально простыми Даже в видеовысокой четкости — на собственном дисплее, либо на внешнем мониторе через порт DVI На наш взгляд, новый Air отлично подходит сетевым журналистам, которым приходится часто путешествовать Не хотелось тебя расстраивать, голосок, но... посмотри А что это? Да ты посмотри, посмотри Это что, моя Люба целуется с Джонни Деппом? Но как? Это что, правда? Конечно, правда! Мне не веришь! Фотошопу поверь! Блин, вырвалась Гаджет, вот ты скотина! Ты пытался нас рассорить Я понял, ты просто ревнуешь Пусть малыш так и думает, но основная идея — месть! Да-да, голосок, просто ревную Слушай, мы уже постарели, пока обзор ждем Давай, ловелас, продолжай! У нас ведь уговор iPod Touch Это... нет, это не iPhone 4 Это очередное обновление основного мультимедийного плеера Apple — iPod Touch Откровенно говоря, этому устройству не достает, пожалуй, только телефонного модуля, чтобы стать полноценным iPhone 4 Здесь есть все технологии, которыми славен культовый смартфон Взять, к примеру, дисплей Это не дешевенький ЖК-экран Это даже не Super AMOLED Это полноценный Apple Retina Цветодиодная подсветка Каждый пиксель размером меньше 80 микрон Огромная плотность пикселей 300 с лишним на дюйм В результате совершенно волшебная картинка Кстати, iPod теперь может снимать видео высокой четкости Если под рукой есть фирменный пакет iMovie Можно отредактировать видео прямо тут же, в плеере, перед отправкой на YouTube Или куда бы то ни было еще Даже без iMovie доступны простейшие опции редактирования Вырезание фрагментов видеопотока и монтаж Еще один шаг к полноценной жизни онлайн без компьютера Здесь и на передней панели есть небольшая видеокамера Специально для FaceTime Фирменного клиента в видеоконференцсвязи Apple Ну и игровые возможности iPod Touch, разумеется, вполне на уровне Здесь тоже есть датчики движения и ускорения Ах да, чуть не забыли iPod Touch — это не просто iPhone 4 без телефонного модуля Это прежде всего плеер Музыкальные и видеоклипы по-прежнему организуются через iTunes Можно воспроизводить и свою собственную коллекцию И купленный через Apple Store защищенный контент Ну и постскриптум Друзья, не ставьте себе никогда на iPod или iPhone Skype Это просто убийца батарейки СТГ Самым тупым сегодня признается голос, который лучшие годы своей жизни решил посвятить семье 10 баллов по шкале тупости Имбециллио Да иди ты Ну а если серьезно, то сегодня в рубрике СТГ девайс не тупой, а странный Радиоуправляемая подушка Вроде бы прикольная вещь, но очень ненужная Хотя на подарок шефу пойдет Да и стоит 29 баксов всего На троечку А бежака Мы ждем новый обзор Microsoft Kinect Эта небольшая коробочка содержит всего лишь 2 цифровых камеры Плюс источник инфракрасной подсветки Но тем не менее это полноценный игровой контроллер В отличие от джойстика или волшебных V палочек Тут вообще ни за что не надо браться Чтобы играть, просматривать фото и видео Вродить по интернету Или постить фотографии в Facebook Сделанные во время игры с Kinect Контроллером становится само ваше тело Да-да, вот лично ваше Идея, стоящая за Kinect, крайне проста Здесь есть обычная веб-камера с разрешением 640 на 480 И очень неплохой оптикой Есть инфракрасная камера с разрешением 320 на 240 Она нужна для того, чтобы контроллер Воспринимал все перемещения пользователя в объеме Инфракрасная подсветка заполняет всю сцену Перед контроллером невидимыми для глаза маркерами Что позволяет ему точнее различать движения и лица Как видим, приставка способна различать лица игроков И хранить для них соответствующие профили со статистикой, списками предпочтений и прочим Отлично воспринимается и движение Например, чтобы перемещаться по меню Достаточно водить руками из стороны в сторону, как бы прокручивая его Кроме этого, можно отдавать и голосовые команды С запоздалым откликом и другими глюками мы не сталкивались Главное, для чего Kinect нужен, это подвижные игры У подозрительных родителей отобрали главный аргумент против цифровых развлечений Дети от них, мол, становятся малоподвижными и ленивыми Попробуй-ка тут быть малоподвижным Когда надо вовсю отдуваться за нарисованного на экране человечка Если Kinect удастся разместить дома как положено Удовольствия с его помощью вы наверняка получите немало Можно и друзей пригласить Kinect поддерживает одновременное подключение до четырех игроков Особенно порадуются дети, которые обожают прыгать и вертеться в компании друзей И да, теперь можно окончательно забыть, что компьютерные игры — это вредно Что ж, Голосок, спасибо тебе за все эти годы, что мы проработали плечом к плечу Вот вам от меня свадебный подарок О, спасибо, гаджет, но не стоило Да ничего, бери-бери, это ж мусор Когда пойдешь, выброси Гаджет А ты что думал? С вами был инспектор Гаджет И помните, я докопаюсь до правды Чмоки Пока-пока